всем привет с вами я Денис Давыдов и сегодня я вам представляю новую рубрику в цикле наших программ это а как у них в этой рубрике мы будем разбирать торговлю владения короткоствольным оружием вообще оружием средствами самозащиты в других странах не в российской федерации я буду рассказать что можно приобрести в какой-либо стране сколько это стоит как это отражается на убийствах других граждан при самозащите какие-то интересные случаи и так далее я бы в этот в этой программе я хотел бы начать наверное с латвии не потому что латвия каким-то обособленным для меня случаем стоит или я в нее как-то езжу нет просто какую-то интерес какую-то максимальную информацию я получил именно об этом государстве ну вот так совпало именно она мне подала мысль начать цикл этих программ я был в латвии много раз в свое время ну не много несколько раз был там на сходке коллекционеров видел продажи макетов да я хочу сказать что цены там неадекватные на коллекционные предметы на макеты оружие холодное оружие там разрешено его продают свободно в клубах коллекционеров различные штыки там валом лежат ну так как это в общем то провести все невозможно в российской федерации поэтому и смотреть особо смысла это и не было в девяносто первом году латвия получила независимость от советской империи и 23 февраля девяносто третьего года они пришли к тому что нужно получить что можно разрешить ношение краткоствольного огнестрельного оружия по закону огнестрельное оружие у них можно приобретать с 18 лет что мне кажется не совсем правильно ну по крайней мере в россии это было бы неправильно на мой взгляд кто не имеет право владеть оружием в латвии это само собой это ранее судимые таких где-то 40 тысяч уголовников и бывших уголовников наберется сидячих не сидячих выпущенных и так далее 20 тысяч 80 тысяч психов и 20 тысяч инвалидов ну это касаемо европейской толерантности к инвалидам то есть если ты болеешь там до цп еще какими-то заболеваниями то естественно о оружии у тебя просто речи быть не может ну и самое главное чего собственно можно возмутиться это не имеют владеть право негры но думаю кто такие негры в латвии если вы более-менее развитый человек вам это известно негры это граждане не граждане гражданин латвии то есть не просто приезжий какой-то с чужим паспортом я туда приехал допустим и не могу там купить ствол нет это как вы помните люди которые полноценные живут там могли даже родиться на территории латвии но они чем-то не угодно для этого государства ну например у них дед был в нквд или во второй мировой войне фашистов мочи латвийских ну что-то типа такого и соответственно эти люди как-то не понравились этому государству их назвали неграми их ограничивают в правах и не дают голосовать у них паспорт есть негра но они как бы живут прописаны там но они никто соответственно таких граждан аж 400 тысяч из всего огромного населения и вы понимаете что дать им стволы в общем понятно нельзя все остальные иметь оружие могут но имеют реально короткостволов где-то 100 тысяч граждан латвии причем 100 тысяч в основном это все-таки полиция это военные это охотники это коллекционеры ну то есть из 100 тысяч владельцев оружия не имеют отношение к силовым структурам всего лишь 36 тысяч человек где-то совсем небольшое количество там это коллекционеры которые имеют просто очень большое количество пистолетов самое интересное странным что мне кажется в законодательстве латвии это то что по законам латвии нельзя иметь калибр более 9 миллиметров ну в других странах европы 45 калибр иметь можно какая разница имеешь 38 калибр люгер калибр или запрещенный так называемый 45 калибр до 11 34 миллиметра ну это в общем какая-то глупость но им виднее почему не это сделали то есть коль 911 там иметь нельзя полноценные американские нормальные разумеется латвия это бедное государство европейское конечно это не болгария но тоже это бедное государство если люди едут работать куда-то в другие страны значит это бедное государство правильно то есть британию германии там куда угодно и разумеется топы оружия которые они приобретают она не входит туда какие-то глупы там да то есть солидное какое-то оружие они покупают первое место разумеется этапы потому что пм это копеечный пистолет который стоит где-то 165 евро кстати цены латвии они завышены чем на другом европейском рынке где-то в два раза потому что пм нигде не стоит 165 евро он 195 поэтому основная масса людей имеет и жи-71 пм и пм и псм и ну на втором месте это чз-75 разумеется но старый чз-75 который давным-давно уже не не выпускается и стоит крохи и видимо его с чехии везут я не знаю ну правда это многозарядный 16 патронный пистолет люгеровский и неплохо на третьем месте это т.т. т.т. вообще владение т.т. для граждан мне не совсем понятно этот пистолет не годится для самообороны потому что ну либо ты убиваешь человека либо ты не убиваешь человека остановить и как вы понимаете у него останавливающие действия очень маленькая количество патронов маленькая ну как бы от безысходности купить этот пистолет тяжелый носить его ну наверно можно но я бы его никогда в жизни не купил бы ни пм ни т.т. на четвертом месте наконец-то это разумеется глок 17 ну понятное дело то есть какие-то граждане все-таки могут купить этот пистолет они его покупают стоит он где-то 650 евро пятое место по распространенности это хекклер кох юспе компакт юнайтед салпстайд пистол это 15 зарядные люгеровский или 357 зиг пистолет нормальный военный немецкий пистолет достоин уважения с пластиковой рамкой и я бы рекомендовал бы его к покупке зигзавр п-228 следующий 12 заряд потом идет седьмое место это борьба 92 тоже мне не ясно зачем покупать этот военный килограммовый пистолет да вот как в нашем случае это холостой автоматически борьба ну разумеется там она не автоматическая ну потому что автоматические пистолеты практически нигде не разрешены ну далее идет вальтер п-99 классный пистолет спору нет потом идет девятое десятое место это уже револьвера это росси бразильские и это у раз бразильские 26 дюймов который на кольт похож вот это огромный револьвер в котором шесть патронов пять патронов ну это какая-то игрушка как я понял то есть его носить с собой это просто не серьезно это вот он прыгает в руках это мощный пистолет револьвер из него никакого смысла нет значит рынок оружия в общем-то в два раза дороже в латвии все что продается обычно в два раза дороже чем на остальном рынке европы очень развитый рынок вторичных пистолетов то есть вторичный рынок где продают пистолеты с рук ну как автомобилей у нас то есть потом идешь перерегистрируешься ну собственно у нас по моему охотничьи я не особо в этом разбираюсь по моему нарезнуху охотничьи также продают по объявлениям хошу милицию потом я переоформляешь ну для сравнения то есть цены такие там psm стоит 60 600 евро ну разумеется это не советский psm разумеется это иш блок там бушный 380 евро pm там 195 ну собственно цены такие как бы и это все на бушное оружие я бы сказал что это дорого то есть это цены не очень адекватные потому что я бы в жизни бы не приобрел бы бушный пистолет мне он неприятен бушное оружие нужно приобретать я считаю только антикварное ну там вальтер p38 люгер покупать глок psm бушный ну не знаю мне так не нравится я бы не стал бы это делать что запрещено у них значит я сказал уже 9 миллиметров выше калибр также запрещены у них обрезы из гладкоствольного из нарезного ну собственно не запрещена также автоматика негры могут защищаться только руками и газовыми баллончиками что касается наказаний за незаконное хранение оружия меня этой информации нету к сожалению вот и соответственно я в ней и не могу вам если она вам известно можете написать в комментариях мне самому будет интересно как и наверное другим зрителям всем спасибо если вам понравился данный формат передач то ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и соответственно в других передачах мы рассмотрим новые страны новые видео с вами был я Денис Давыдов ставьте лайки подписывайтесь на наш канал пока